Останчане сами виноваты в том, что им выставили завышенные счета за коммунальные услуги. Такой поверхностный вывод так и просится сделать, судя по ответу министра национальной экономики. Нурлан Байбазаров заявил, что в большинстве случаев факты необоснованных цен на комуслуги зафиксировали в тех домах, где нет приборов учета. Такой гаджет должны ставить сами жители домов, а счетчики находятся на балансе УСИ и КСК, которые обязаны своевременно проверять их. По итогам проверки Министерства национальной экономики выяснилось, что в столице порядка 130 домов не обеспечены приборами учета. Это и создает сейчас проблемы, потому что если есть прибор учета, то там существенная экономика. Человек знает, сколько он там потребляет тепла и так далее. Вот там, где нет, там начинаются вот эти... Есть там, я так понимаю, компаниям, которые предоставляют эти услуги, есть возможность начислять тариф. Там есть тарифный коридор, и они вот пользуются... При расчете пользуются самыми высокими значениями этого коридора. Мы сейчас эту работу, я думаю, ошибку, работу над ошибками проведем. И сделаем, примем все возможные меры, в том числе законодательные, если нужно будет, чтобы такая ситуация больше не повторялась. К слову, завышенный счет за комуслуги не обошел и министра Байбазарова. За тепло, свет и воду он оплатил порядка 100 тысяч тенге. Впрочем, теперь столичные коммунальные предприятия накажут за завышенные тарифы. Наложили штраф уже на две компании. Это «Астана РЭК» и «Астана Энергосбыт». Продолжение следует...